Добрый день всем! Продолжаем разбавлять тему нашу, ну, как я уже говорил, не все же, все время про вот эти трешовые американские сериалы рассказывать, где страна России выгораживаются в прекрасном виде. Хочется и с людьми пообщаться, и сегодня вот у нас гость, очередной гость from Saint Petersburg изначально, а теперь уже from the USA and обратно, да, to Russia. Говорить мы будем про довольно болезненную тему, это американская медицина. У меня было несколько выпусков, где я рассказывал про всевозможные случаи, которые с моими друзьями в Штатах произошли. И вот это одно из немногих явлений, которые действительно пугают тех, кто там живет, особенно много лет. Ибо есть три фактора – это цена, страховка и компетентность, которая, как выясняется, да, ну, мы привыкли к тому, что Россия тут все ниже Плинтуса, но вот я просто знаю несколько, как это принято говорить, кейсов. Кейсов, когда люди приезжали лечиться сюда, в Россию, особенно это касается стоматологии и каких-то вот переломов. С другой стороны, насколько мне известно, в Америке более развита профильная медицина, все, что касается там пластической хирургии, лечения рака и так далее. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Значит, начнем мы вот. Да, ну, во-первых, представьтесь. Ну, меня зовут Антон Титов. Я действительно начинал учиться в Санкт-Петербурге, закончил медицинский институт, но достаточно давно я поехал через Англию, будучи студентом еще в Соединенные Штаты, в Бостон, работал в детском госпитале Бостона, номер один госпиталь в Соединенных Штатах в течение, там, десятков лет. Я заканчивал PHD в Рокфеллерском университете у Нобелевского лауреата Гюнтера Блобеля, это в Нью-Йорке, Рокфеллерский университет, и вернулся в Бостон в резидентуру по нейрохирургии в Бригман Women's Hospital в Бостоне и в Children's Hospital, она такая сдвоенная, как бы совместная, joint program называется, и взрослая педиатрическая. И из резидентуры я пошел в Гарвардскую бизнес-школу, потому что в Америке медицина является частной медициной, и это для Соединенных Штатов не является таким изрядовым выходящим шагом, на самом деле. Сейчас уже в Гарварде есть сдвоенная MD-MBA программа, то есть это не является чем-то необычным. Однако после этого я уже не вернулся к своей практике нейрохирургической и стал заниматься биотехнологиями, развитием медицинских услуг и предпринимательской деятельностью. Но за последние три года я занимаюсь развитием своего проекта, компании, которую я основал. Очень хорошо, что Бостон, потому что у меня как раз в Бостоне, в Ньютоне и в разных других местах очень знакомые места живут как раз мои знакомые и тоже рассказывали про выпускников Гарварда. Массу интересного, надо сказать, что меня просто убило. Я даже не думал, что такое бывает. Значит, начнем с простых вещей. Вот берем какого-то простого американца, который, ну скажем, я не знаю, работает на средней, работе. Я так понимаю, что медицинская страховка – это один из камней преткновения вообще для работодателя. Ну, во-первых, в кратком интервью довольно тяжело обрисовать очень сложную систему, потому что система медицинского обслуживания в США фундаментально отличается. Значит, я кратко расскажу, какой у меня опыт. Значит, у меня опыт не только как врача, который работал какое-то время в Соединенных Штатах, а также, ну, и в Великобритании, все-таки имеет дела и в России с медициной, но также я довольно плотно занимался лечением своих родителей. Значит, у меня достаточно пожилая мама. И за последние 10 лет я был вовлечен в, как говорится, управление медицинскими решениями в своей семье, как в России, так и в Соединенных Штатах. То есть маму оперировали. Была кардиохирургическая операция серьезная, которая начиналась в России. Проблема, но мы в результате оперировались в Бостоне. Была проблема с легкими серьезная, которая, опять же, начиналась в России, но оперировалась в Бостоне. И буквально неделю назад, даже меньше, чем неделю, после острого первого в жизни сердечного приступа, в прошлую среду моей маме поставили по экстренным показаниям два стента в коронарной артерии здесь, в Петербурге. Поэтому у меня был совсем свежий опыт взаимодействия с медициной в России. Значит, если свести к краткому, то я думаю, что проблема страховки, страховка в Соединенных Штатах в основном привязана к работодателю. Да, я поэтому и задаю вопрос. Это страховка работающих людей. Значит, люди, которые работают на крупные компании, у них со страховкой проблем нет, и, как говорится, дальше медицинская система работает с ними как должна работать. Когда людям исполняется 65 лет, то у них снова как бы нет проблем, потому что в Америке существует такая проблема, как бы, в Америке существует программа медицинского страхования пожилых людей старше 65 лет. Она называется Medicare. Также есть программа Medicaid. Это программа для людей, у которых достаточно очень низкий доход. Поэтому основные проблемы в Соединенных Штатах со страховкой испытывают те, кто не работает на крупные компании, а работает на мелкие компании, которые не могут позволить платить за страховку своих сотрудников часто. Которые меньше 65 лет, их не покрывает Medicare. Ну, то есть, фактически, американский ОМС такой. И которые все-таки, ну, недостаточно бедные, чтобы их покрывала Medicare. То есть, мы говорим, на самом деле, про, ну, практически основное население Соединенных Штатов. Нет, ну, статистика известна. Это порядка 40 миллионов, там, от 30 до 50 в разные годы это колебалось, из-за Обама расширил значительный пакет доступности медицинских страховок. Сейчас он снова сокращается. Поэтому приблизительные цифры это около, там, 30-40 миллионов человек. Я могу ошибаться в статистике, но это без... У большинства людей есть, безусловно, страховка. И, например, у моей мамы, поскольку она старше 65 лет, у нее такая Medicare и Medicaid покрывала все ее медицинское обслуживание полностью, как уже у многих людей. Ну, а если мы к этому Care добавим Обама и поговорим про эту страховку, да? Вот я просто знаю конкретно опять-таки случай про моего зрителя в Нью-Йорке, который там живет уже 19 лет. И он мне рассказывал про тоже всевозможные негативные последствия Обама Care. Что это такое и в каком состоянии находится это сейчас? Вы знаете, я думаю, я, во-первых, не являюсь специалистом по страховой медицине. И я думаю, что для меня было бы неправомощно рассуждать о тонких деталях, финансовых аспектах. Не-не-не, смотрите, мы здесь не про экспертное мнение говорим, мы говорим именно про взгляд простого человека. Взгляд простого человека очень простой. То есть администрация Обама старалась расширить доступность страховки для большого количества людей. Поскольку страховая медицина в Соединенных Штатах, ну, так же, как и частные страховые медицины в России и где угодно, это бизнес, то, разумеется, этот бизнес стремится страховать более здоровых людей и более богатых людей. Значит, если, опять же, взгляд простого человека и не специалиста, то Обама стремился расширить покрытие этих страховок и фактически обязать страховые компании принимать людей, допустим, с заболеваниями, которые у них были до получения страховки. Раньше такое было невозможно. Если у вас уже есть диабет, вам просто не продадут страховку, потому что у вас уже есть так называемый pre-existing condition. Вот одна из самых важных вещей, которые Обама Кер сделал, это то, что запретили отказывать людям страховки, у которых есть pre-existing condition. Это очень значительно положительная вещь. Это же попадалово для страховых компаний сразу же. Ну, это известное, так сказать, ну как попадалово. Дело в том, что если страховой компанией покрыты все, то, безусловно, тогда распределяется как бы страховая нагрузка на большое количество людей. И это плюс, потому что у кого-то из этих людей будет серьезное заболевание, у большинства из них не будет. Поэтому, разумеется, как говорится, Обама Кер, он баланс — это очень положительное влияние. Другое дело, что сейчас оно там подвергается разным изменениям. Но, опять же, я не специалист в политике. И я думаю, что в разговоре о медицине стоит уйти именно от вопросов тонкостей и нюансов страховки и скорее сосредоточиться на том, а как же это с точки зрения провайдеров, с точки зрения врачей, с точки зрения взаимодействия пациентов и врачей. Да, мы сейчас к этому придем. Нет, ну просто уйти от страховки сложно, потому что если тебе что-то надо вылечить, то ты приходишь, опять-таки, знаю несколько некоторых случаев, когда люди просто не ходили в больницы, чтобы не попадать на деньги. Это не совсем так, на самом деле. В Америке вам не могут отказать в лечении, если вы придете в emergency room. Соответственно, если вы вот просто придете в emergency room, у вас любое заболевание, вам требуется любое, вам сделают аортокоронарное шунтирование экстренное, сделают любую онкологическую операцию, трансплантацию даже могут сделать, все что угодно, вам никогда не откажут в помощи. Другое дело, что за этим последует там счет. Вот, я про это и говорю. Но, но это важно понять, что тем не менее, чаще всего, опять же, если люди старше 65-ти, они покрыты, если люди достаточно бедные, они покрыты медикейдом, если они работают для крупных работодателей, у них четко совершенная страховка, то есть проблемы, связанные со страховкой в Соединенных Штатах, гораздо более нюансные и они находятся на другом уровне, чем те проблемы, которые испытывают большинство людей. В основном отсутствие страховки толкает людей не пользоваться превентивной медициной, то есть не пользоваться медициной, когда у них только что-то чуть-чуть появилось, да, и им надо заплатить там 100-200 долларов за визит к врачу. Вот это проблема, безусловно. Если у людей возникает глобальная проблема и серьезная, то в результате их лечение обычно покрывается. То есть, условно говоря, люди часто предпочитают получить этот большой счет и потом его выплачивать очень потихоньку, там 20 лет, а за 20 лет, как говорится, что-то изменится. То есть, опять же, эта проблема немножко на другом уровне. То есть, их нельзя сравнивать с теми проблемами, которые испытывают люди, например, там находясь в Российской Федерации или во многих других странах. Но мы как бы сравним автоматически, потому что есть как бы примеры вот именно в этой сфере в Штатах и у нас, как у нас, например, происходит, да, там, ну опять-таки знаю, у меня и врачей куча смотрят каналы и прочее, начиная от каких-то детационных вещей до просто простого визита к врачу. Я всегда привожу пример, когда несколько лет назад в Севастополе у меня заболело ухо, у меня не было вообще ничего, у меня был только паспорт. У меня оказались бесплатную медицинскую услугу, меня принял врач, выписывал. Я готов был заплатить, на самом деле. Я был не готов к тому, что это будет бесплатно, но это было бесплатно. И просто я совершенно точно знаю, что в Штатах это нереально. Да, но давайте тогда, если вот мы говорим про такой визит к врачу, да. Такой визит к врачу в Соединенных Штатах вам обошелся бы там в сотню долларов или меньше, да, это первое. Второе, сейчас за последние там 10 лет есть множество дополнительных бизнес-моделей, где вы, допустим, становитесь фактически как членский клуб, где вы платите определенные взносы, он может быть небольшой, от нескольких сотен в год до там нескольких тысяч. Опять же, мы говорим о том, что в Соединенных Штатах в среднем, в общем и среднем люди получают большие деньги, чем во многих местах, да. То есть, соответственно, несколько сотен долларов в год, если человек имеет работу, это вполне то, что человек может себе позволить и чаще там тратит на кофе. Когда вы становитесь платить членский взнос, у вас доступ к сети клиник вообще практически по всем Соединенных Штатам, где у вас купе и буквально 10 долларов, да. Соответственно, эти проблемы на самом деле решаемы для тех людей, которые их хотят решить. Если они полностью игнорируют, естественно, свое здоровье и ничего не хотят и дожидаются, пока у них будет какая-то большая проблема, то да. Таким образом, если бы вы там с проблемой уха оказались в Соединенных Штатах, первое, вы могли бы пойти к любому доктору, это бы стоило там сотню 150 долларов. Вы, скорее всего, будучи разумным там активным гражданином работающим, имели бы членство в такой клинике, как есть urgent care centers, но это уже такие нюансы. То есть, это обошлось бы вам не так дорого на самом деле. То есть, не все так плохо совершенно. Не, я согласен, но факт в том, что здесь мне оказали эту услугу бесплатно, и она мне помогла, что характерно. В Штатах я был абсолютно не уверен, что если я заплачу 100-150 долларов, я получу тот совет, который мне нужен. И вот об этом сейчас как раз хотелось бы поговорить. Если у вас есть опыт, вот именно сравнение, потому что я знаю, что, естественно, в России тоже медицина, мягко говоря, ну, не ангельская, да. И хотелось бы какие-то параметры выделить по сравнению. В идеале, конечно, взять какие-то случаи и показать, как это было бы в России и как это было бы в США. О, да, разумеется. Я думаю, что таких случаев у меня много, я просто буду их приводить на примере своих собственных родителей, да. Значит, я думаю, что сравнивать вообще медицинское обслуживание людей можно по трем таким основным параметрам. Значит, первое – это уважение. Значит, уважение к кому? К пациенту, к семье пациента, если этот пациент находится, допустим, в больнице, ну, и к коллегам, да, к своему профессиональному сообществу. Первое. Второе – это профессионализм. То есть сравнивать это как профессионализм с точки зрения, первое – принятия важных решений и знаний. Второе – с точки зрения опыта и принятия этих решений вовремя. Мало принять правильное решение, его нужно принять вовремя. И третье – по существу, как вы в долгосрочном порядке следите за развитием ситуации. Потому что, если вы приняли верное, правильное решение, но потом все бросили на пути своя, человеческая природа такова, что, как говорится, это все сползет и энтропия возрастает. Такие. Значит, и третье – очень важно понять, что, как говорится, ну, помимо профессионализма, помимо уважения, важна ответственность. И вот это очень важный критерий, который только сейчас начинает выходить на, фактически, ну, на общественное обсуждение, на то, что люди испытывают. То есть ответственность врача лично и ответственность медицинского госпиталя и системы перед пациентом. И особенно, когда эти решения принимаются неправильными, что дальше происходит. Вот эти важные три критерия. По ним критериям я, безусловно, могу сказать, что, например, вы говорили на примерах. Пример. Давайте придем, например, с моей мамой. У нее была одышка сколько-то лет назад, такое острое состояние. Мы пришли в частную клинику в Петербурге или даже это было в Москве. И сказали, ой, вы знаете, у вас, скорее всего, какой-то ОРЗ, вы свободны. Да, то есть, ну, примите вот парацетамол, сбейте температуру и так далее. Значит, будучи врачом, я настоял однозначно сначала на рентгене легких, который выявил там некое затемнение. Сразу после этого я настоял на КТ легких, чтобы узнать, а что это за затемнение одно. КТ легких выявил множественные сегменты, так называемые такие они, клиновидные сегменты. Это говорило о двусторонней сегментной пневмонии. В свою очередь, это говорило о том, что у нее, скорее всего, была тромбоэмболия легочной артерии, то есть тромб выстрелил из ноги. Это, кстати, имеет сейчас 30-процентную смертность, если он большой. И распространился в нескольких артериях легких. Принципиально другое лечение, принципиально другой прогноз, и нужна срочная антикоагулянтная терапия. Диагноз был пропущен. К счастью, опять же, только рассчитывая фактически на профессиональные знания рядом, оказавшиеся у человека, потому что меня подготавливали очень жестко в Соединенных Штатах. Там надо принять решение по 50 пациентам в день, и все они должны быть верны. Примешь неверно, и тебя выпихнут из госпиталя тут же. Значит, совершенно другая система. Значит, соответственно, вот эту проблему мы решили. Следующая проблема спустя несколько лет. Появилась одышка, человеку тяжело лежать, то, что в медицинском мире называют ортопноя. Значит, пошли в частную клинику в Петербурге к доценту медицинских наук, который сказал, что у вас гастроинтестинальный рефлюкс. То есть у вас желудочное содержимое забрасывается в пищевод, раздражает, и вы начинаете кашлять. Вы ложитесь, да, у вас оно снова вытекает, вы встаете, откашливаетесь и так далее. Похоже? Похоже. При этом никаких дополнительных тестов сделано не было. То есть он просто на основе симптомов? Ну вот, да, я описываю. Опять же, к чему я веду? Я веду к такому понятию, которое, я считаю, вообще ахиллесовая пята в подготовке врачей в России. Оно называется дифференциальный диагноз. Снова и снова я наблюдаю здесь такой эвристический метод, да, то есть метод вот такого не... Опять, люди говорят, что это Шерлок Холмс, но он действовал дедуктивным методом. А именно, у вас бум, это, все, бум-бум-бум, никто не думает. Есть понятие дифференциального диагноза. Болезней 10 тысяч. Медицинских тестов 5 тысяч. Симптомов, дай бог, если сотня наберется. Соответственно, одному определенному комплексу симптомов может соответствовать очень много заболеваний. И вам нужно систематически пройти. Это может быть это, может быть это, может быть не это. Если вы эвристически подошли, как это часто бывает, я очень видел это в России, сразу же к чему-то, вы можете ошибиться. Вы можете быть правы. И даже более того, большинство людей, которые видят этот доцент, наверняка у них рефлюкс. Я согласен. Но я настоял... Потому что слово доцент очень большое значение имеет до сих пор в России. Все считают, что если кому-то доцент медицины, то значит... В любом случае врач не должен ошибаться. Значит, я настоял на эхокардиограмме. Я сказал, извините, человек пожилой, у него было понимание, будьте любезны, рентген и эхокардиограмму. Значит, фактически протолкнув это через глотку у врача... Я извините, это очень удивительно, потому что эта частная клиника, она заинтересована в том, чтобы продавать эти услуги. Я думаю, что важно сосредоточиться на том, что это должна быть личная ответственность врача. Я не буду сваливать на частное или государственное обязанность врача при поступлении пациентов с определенными симптомами сказать «желудок, легкие, сердце» и пройти по частым легким тестам. УЗИ сердца – это легкий неинвазивный тест. Анализ крови – это легкий неинвазивный тест. Пожалуйста, УЗИ сердца показал срочный, вновь появившийся пролапс метрального клапана. Отсюда невозможность лечь, а нужно встать. Отсюда одышка. Отсюда кашель, потому что резко повысилось давление в легочной артерии. Значит, резкий пролапс метрального клапана – это фактически показания кардиохирургической операции более или менее срочной. Значит, поехали в институт Алмазово. Все бумаги, как вы говорите, все эти ОМС, высокотехнологичная помощь. Значит, бюрократы на первом этаже сказали «Все, мы вас записываем, через два месяца операция позаменит». Я говорю, я уже на тот момент, как говорится, подчитал, я не кардиохирург, я был в нейрохирургической резидентуре, но нас подготавливали по всему спектру хирургии. Я сказал, извините, стандарт лечения – это не замена метрального клапана, а это пластика метрального клапана, его восстановление. Со мной никто не стал разговаривать, но вопрос поговорить с кардиохирургами сказали «Они к нам с пятого этажа не спускаются». Значит, подозреваю, что заинтересованность в замене клапана была связана с тем, что это девайс, за него получают деньги, и за него есть инсенсив. Но самое главное, я ни с кем не умудрился поговорить. Значит, что сделали? Пятисекундный кусочек эхокардиограммы, где увиден этот клапан, вот так проявляющийся, послали. Я послал одному из пионеров кардиохирургии в Бостоне, который, как говорится, придумал минимальную инвазивную хирургию клапанов. Через полчаса получил ответ. Я ему послал кусочек видео. Ну, ключевой кусочек. Я в Китае уже поставил вашу маму на операционное расписание такого-то числа, через три недели приезжайте. Все. Вопрос решен был. Мы поехали, значит, в Соединенные Штаты и провели операцию. Она пришла сама в госпиталь, километра два. Через пять дней ее выписали, и в наблюдении кардиолога не нуждаются. Выполнена операция. Она была выполнена на основе чего? То есть это было за деньги, по страховке? То есть это как было? Она, значит, вот я вначале говорил, у меня маме старше 65-ти, у нее был фактически американский выписатель. Но она гражданка США. В результате да, разумеется. Но все люди, имеющие медикэр, будут распространяться на людей, даже которые являются постоянными резидентами Соединенных Штатов. Вот. Значит, мы ни за что не платили абсолютно. При этом очень четко. В течение часа после выписки у нас уже звонили из аптеки, какие лекарства принимать, не дай бог ты пропустишь. И это приводит меня к вообще шокирующему пониманию, который мы все с вами знаем, вы читатели. В России не покрываются амбулаторные лекарства. По факту. Опять же, можно долго разговаривать о системе ДЛО, дополнительного лекарственного обеспечения, теоретически есть какие-то аптеки и так далее. Но 5 дней назад мою маму выписали из больницы здесь после стентирования, ей положено разжижающие кровь, серьезное лекарство. Врачи пожали плечами и сказали, слушайте, легче купить, ты никогда их не добьешься ни в какой аптеке, пока ты пройдешь, уже пройдет несколько месяцев. То есть, по факту этого нет. Хорошо, если есть возможность потратить 10 тысяч рублей в месяц на все эти лекарства, но у многих людей этого нет. Такое, безусловно, не существует в Соединенных Штатах. Если у вас есть страховка, вы платите, ну может быть, 5 долларов за вот копей, так называемый, дополнительно, а лекарство может стоить сотни и тысяч долларов. То есть, безусловно, если есть страховка, какая бы она ни была, медикейт, медикейр, частная страховка, все лекарства, в общем-то, покрыты. То есть, разборки сейчас в Соединенных Штатах идут по поводу лекарств, которые стоят миллион, потому что они возвращают в жизни тех, кто точно бы умер. И это в этом, как говорится, их ценность. Вот как-то так. Значит, вот пример такой ситуации. Значит, ну вот я думаю, что на этом я остановлюсь. Да, пример очень показательный на самом деле. И вот это вот, как вы называете, дифференциальная... Дифференциальный диагноз. То есть, не прыгать к диагнозу, а фактически пройти и отмести все возможные альтернативы. Это исключительно важно, но это то, чего я не вижу среди того личного опыта, который был. Хорошо, если говорить, тогда продолжать эту тему, если вообще говорить про компетенцию врачей, про уровень их подготовки и так далее в России и США, по каким критериям мы можем это сравнивать? Ну, давайте поговорим. Я все-таки хочу начать даже не столько с подготовки, я хочу начать с уважения. Первый пункт, о котором вы говорили. Значит, уважение не требует никаких дополнительных денег, уважение не требует никакого финансирования, уважение не требует никакого дополнительного оборудования. Уважение – это просто относиться к пациенту как к своей матери, как к своему брату, как к своей сестре или дочери. Это уважение. Я такого уважения не видел. С пациентами не разговаривают. Ночью, когда приехал врач скорой помощи, и опять же, возможно, это было исключение, врач отказался называть свое имя, отказался вообще разговаривать. Его интересовало только, чтобы человек с острым приступом в грудной клетке подписал какую-то бумагу. От момента приезда скорой до госпитализации по острому коронарному синдрому прошло полтора часа. Врач в 3.30 ночи во второй городской больнице, которую я встретил, она вообще не обращала внимания на пациента, заполняла какие-то бумаги, в то время как я лично клал нитроглицерин под язык пациенту, находящемуся с острым болью в грудной клетке. Со мной никто не разговаривал во время реанимации. То есть это неприемлемо. Мама мне сообщила, что когда она сказала, когда ее куда-то положили, я ее не видел, что у нее холодная кровать, а у нее болит спина, ей врач ответил, и я там не был. Но у меня мама абсолютно независимый человек, у меня нет оснований считать. Он сказал, если вам не нравится, вы можете идти. На что она сказала врачу, знаете, если бы я была не в себе, я бы сейчас встала и пошла. А что бы вы делали? Это, ну, простите, это не требует, это просто уважение. Оно начинается от уважения. Уважение к родственникам. Ей поставили стенты спустя непрерывного давления меня на врачей, чтобы ей сделали коронарографию. Коронарография показана по острому коронарному синдрому 100%. Можно долго спорить о различных гайдлайнс, различных клинических рекомендациях. Но есть конкретная ситуация, где человек должен быть взят в ближайшие час-два там, где есть возможность сделать. Человек не взят, он переведен на терапевтическую палату, как только у него там что-то отлегло от груди. Неправильные клинические решения, принятые не вовремя. Когда сделали стентирование в результате, что хирургу сложно позвонить родственнику, телефон которого написан на этом, на листке пациента, и сказать, поставили два стенда, все хорошо, пациент находится в реанимации, в сознании во время операции осложнений не было. Спасибо, до свидания. Все, я сейчас 15 секунд потратил. Почему я в Соединенных Штатах каждый раз это делал после операции? Почему, когда маму оперировали в Соединенных Штатах, хирург выходил, когда закончилась критическая часть операции, сообщали медсестре, которая где комната ожидания родственников, сообщают, критическая часть операции закончена, все нормально или ненормально. Медсестра приходит, он говорит, критическая часть операции закончена, они закрываются, то есть, ну, зашивают все. Операция закончилась, операция закончилась. Хирург кратко сказал медсестре, медсестра вам передает. И потом, это уже четвертый контакт с родственниками, хирург после любой операции выходит и подробно рассказывает вам, что произошло, какие нюансы, прямо и не скрывает. И да, могут быть ситуации, где хирург выйдет, и, как говорится, я наблюдал такие ситуации, что неудачно, мы не смогли что-то сделать, мы закрылись, потому что не смогли вырезать опухоль. Это не требует оборудования, это просто человечность, и это очень важно. Я думаю, что это напрямую связано дальше с компетенцией. В Соединенных Штатах, чтобы попасть в медицинскую школу, вы должны быть первым в детском саду, первым в начальной школе, первым в хай-скул, в старшей школе, поступить в лучший колледж, быть наверху своего класса, и только тогда, возможно, вам удастся поступить в медицинскую школу. Люди, таким образом, которые доходят до медицинской школы, они абсолютно профессионально, они привыкли к этосу работы на 100%. Врач, который бы сказал пациенту, если вам не нравится холодная реанимация и постель, вы можете идти, точно лишился бы своей работы и своего. То есть, что было бы? Я бы сказал об этом главному врачу, пожаловался. Главный врач бы вызвал всех, никто бы не сумел сказать, что я этого не говорил, человек бы потерял сразу и лицензию, и работу. Может быть, лицензию он бы не потерял, но его бы никто не нанял больше. Но уже реноме, потому что уже... Правильно. Была ситуация, например, я помню в госпитале, где я работал, где во время некритической части операции врач вышел в лобби госпиталя и снял деньги из банкомата. На банкомате был штамп, когда он снял. В это время у него положен был пациент. Он все сделал критически, он старший врач. Все, увольнение. Не потому, что ошибся, ничего не произошло, а это вот флажочек. И на флажочек реагирует. Соответственно, вот оно уважение, да, коллегам. И я думаю, что, к сожалению, за последние 10-20 лет профессия врача в России стала гораздо менее... Ну, это, наверное, не вопрос престижа, потому что я не готов говорить о престиже. Человек либо хочет помогать, если ты назвался профессионалом, либо нет. Но произошло что-то, что, видимо, позволяет людям так себя не вести и не становиться профессионалами. Это я однозначно замечаю. Дальше. Незнания свободного английского языка нет у людей. Английский язык сегодня, в какой бы стране вы ни говорили, со своим проектом, с Diagnostic Detectives, я работаю с врачами по всему миру. Я работаю с пациентами по всему миру. Азия, Европа, все. У всех врачей 100% свободный английский язык. Английский в медицине — это не иностранный язык. Это язык, на котором происходит все общение. Мы сейчас одного пациента из Москвы, ну, неважно, на Кипре люди живут, посылаем в Японию. Японец пожилой, ему за 60 лет. Он не очень хорошо говорит по-английски, но все общение происходит на английском языке. Английского нет? Нет современных знаний, которые находятся в открытом доступе. Значит, вы становитесь рабом фармацевтических компаний, фармацевтических представителей. То есть людей, у которых есть ангажирование, которые ангажированы, чтобы вам дать информацию, которая, возможно, является правильной, которая является зависимой. И мы это видим. Мы видим это потому, что 80% лекарств, которые составляют топ-20 лекарств по продажам в России, и этот рейтинг каждый месяц публикуется, он в открытых источниках, они не имеют никакого подтвержденного механизма действия. Продолжают. Я вижу рецепты, которые выписаны, все эти ферроны, все эти целы. Я даже не хочу называть лекарства, но мы всех знаем их целы этих. И которые рекламируются на каждом углу. Они могут рекламироваться. Это коммерческая реклама. В Соединенных Штатах тоже есть реклама БАДов, реклама, как говорится, разного травяного сырья и так далее. Но здесь они прописываются врачами и в аптеке, а фармацевт в России, ведь это, между прочим, в Соединенных Штатах такого нету, но в Европе такое есть. Фармацевт является очень важным советчиком пациентов. Люди с какой-то проблемой идут в аптеку и фармацевт является... Ну это во Франции еще, я знаю, распространено. Есть фармакохимический институт в Петербурге, есть фармацевтический факультет. Фармацевт является полностью компетентным человеком. Как же фармацевт может эти ферроны рекомендовать и не останавливать? Такого не может быть. Он может путем бизнеса, как говорится, если человек хочет купить, он не обязательно останавливает, но советовать – это институциональная ложь. Ну у меня есть тоже зритель, он вынужден, да. Он долгое время не работал, потому что его как раз выносило мозг. Сейчас опять стала работать в аптеке. Ну потому что там есть разнарядки, там в какой-то день вам вы обязаны рекомендовать это, в следующий день вы обязаны рекомендовать это. То есть все понятно. Вы знаете, тем не менее каждый принимает свое решение, но я к тому говорю, что если 80% лекарств по продажам топ-20 составляет лекарства с абсолютно неподтвержденной эффективностью, это не только вопрос рекламы, это вопрос того, что их рекомендуют профессионалы, врачи и фармацевты. И такого быть не должно. Это разве не показатель непрофессионализма в данном случае? В Штатах, если мы говорим, например, про аспект выписывания рецептов, таблеток и так далее, какими принципами руководствуется врач, насколько он зависим коммерчески от того, что он выписал пациенту, насколько он плотно взаимодействует с фармацевтическими компаниями? Это очень интересная тема для разговора. И сейчас в медицинском сообществе и за последние 5-10 лет обсуждается это на страницах ведущих мировых медицинских журналов. Безусловный факт. И это очень интересно, потому что на прошлой неделе главный врач, Memorial Sloan Kettering, один из самых крупных онкологических центров в США, но и в мире тоже, его главный врач, онколог, который принимал ключевое участие в разработке современного лечения для опухоли молочной железы, на прошлой неделе ушел в отставку, вынужден был уйти в отставку, после того, как New York Times написал расследование о том, что он в медицинских статьях, которые он публиковал в журналах, в рецензируемых журналах, не упомянул конфликта интересов, что ему фармацевтические компании платили за консультативные услуги по лекарствам, в исследованиях которых он принимал участие. Ничто не было сделано, он нигде не солгал в исследованиях. Все исследования были проведены статистически. В каждом исследовании еще десятки авторов. Он просто не упомянул об этом. Он не упомянул. Это он следовал букве закона, ну в данном случае нарушил, но не спириту, не духу закона. И это очень важно. Значит, врачи, например, в госпитале, где я работал, нельзя было фармацевтическим компаниям, и сейчас это точно так же абсолютно, принести пиццу резидентам, спонсируемой фармацевтической компанией, принести пиццу резидентам, потому что это уже считалось конфликтом интересов. То есть за этим очень строго следят. Но это непрекращающийся бой. Потому что, например, известно, что профессия фармацевтических представителей, и вообще это удивительно, что в России фармацевтические представители, они все врачи. Ну, потому что они получают, как говорится, порой больше, чем в медицине, по целому ряду причин. А профессия номер один, из которой приходят фармацевтические компании, которые взаимодействуют с врачами в Америке, это чирлидеры. Это вот с помпонами, которые девушки. Потому что, как бы, они умеют общаться, улыбаются. Потому что это больше маркетинг и реклама, а не знание. В значительной степени. Да. В значительной степени. Но при этом важно сказать, что врачей это очень беспокоит. Например, только что, несколько недель назад... Потому что про чирлидерш это вообще огонь. Я не знаю. Номер один. Об этом написано, да? Какой перспективный оказывается, а? Вот куда надо-то тебе идти. Ты просто дочь напротив сидит. Чирлидерши. Обеспеченная профессия на будущее. Да, то есть в этом, безусловно, проблема. Но это обеспокоены в Европе врачи. Только что компания Bain, консалтинга компания, сделала обзор настроений врачей в Великобритании, Германии, Италии и Франции. И они обнаружили, что все врачи, там, большая часть обеспокоены тем, что информация к ним поступает ангажированная от фармацевтических компаний. Также интересно, например, что в Германии в среднем 30%, 35% возможно, врачей не порекомендуют своим родственникам и друзьям лечиться в госпитале, в котором они работают. 35%. При этом, если их разделить по полу, то среди женщин-врачей Германии 70% женщин-врачей Германии не порекомендуют своим родственникам лечиться в госпитале, где они работают. Из-за качества, из-за процессов, из-за ошибок. В России очень часто люди говорят, ах, у меня проблема, я поеду в Германию, Израиль и меня там вылечит. Это ошибка. Медицинские ошибки – это номер три причины смерти в Соединенных Штатах. В остальных странах это еще хуже. Так, давайте-ка поподробнее про номер три. Это очень большая проблема. Только я начал думать о том, что в Америке такая прекрасная, там такое уважение к людям, там такие профессионалы, и тут вдруг начинается ошибка номер три. Так. Да, то есть считается, что в Соединенных Штатах в результате предотвращаемых медицинских ошибок гибнет приблизительно, кто-то говорит, в районе 250 тысяч людей. При этом от сердечных болезней, по-моему, 583 тысячи людей в год, опухоли в районе 400 с чем-то. Ну, я просто говорю о порядок. И номер три – это 250 тысяч. Причем некоторые считают, что это на самом деле больше, есть цифры вплоть до 400 тысяч людей, гибнет от предотвращаемых медицинских ошибок. Но важно понять, что если в Соединенных Штатах эти данные фиксируются, то нигде, ни в Европе, ни тем более в России эти проценты гораздо выше, и их никто не фиксирует. Это очень большая проблема. Ошибки часто являются банальными. То есть это не какие-то сложности. Я должен перебить. Нет, я понимаю, что от ошибок не застрахован никто. Ни вы, ни я, вообще никто на белом свете. И даже, наверное, Владимир Путин с товарищем Дональдом Трампом тоже от этого не застрахованы. Но если такой уровень селекции при поступлении в медицинские вузы, если такой уровень преподавания, если такая ответственность, если тра-ля-ля, тра-ля-ля, как тогда получается, что такой большой процент ошибок? А это очень хорошо, что, Павел, вы сказали. На это я отвечу словами Атуля Гаванды, врача и сейчас знаменитого и писателя, и как специалиста по общественному здоровью в США, с которым мне довелось работать в Бреговен-Вуминском госпитале. И Атуль давал знаменитый TED Talk, в котором он сказал, мы привыкли думать о врачах, как о ковбоях, где врач вот этот вот и жнец, и стрелец, и кнутом, и загоняет, и все, как такой Джеймс Бонд. Но на самом деле врач и медицинская, эта команда скорее должна напоминать команду Формулы-1. Только от слаженной идеальной работы всех членов команды зависит результат, как это. Один меняет шины, другой накачивает что-то. Это их филигранная работа. Вот только команда. Медицина сегодня — это командная работа оркестра. Это не фортепианное соло. От хирурга, и это очень важно, выбор хирурга критический при проведении лечения, которое подразумевает хирургию. И мы знаем, что выбор хирурга на самом деле не столько связан не с госпиталем. Например, урологический хирург с наивысшим числом осложнений после резекции предстательной железы по анализу сотен тысяч данных медикейра, вот эта государственная страховка, она анализирует результаты лечения, работает в одном из лучших госпиталей в США, а у него больше всех осложнений. И в то же время, например, хирург, у которого меньше всех осложнений при замене коленного сустава или какой-то ортопедический, работает в никому неизвестном маленьком госпитале, потому что там настолько слаженная работа. Это очень важно понять, что медицина отошла от вот этой вот брендовой рекламы, госпиталь такой-то, от брендовой рекламы там, я поеду в Берлин, я поеду в Тель-Авив, я поеду в Джонс Хопкинс или в Масс Дженерал. Везде есть ошибки. То есть суть заключается в том, чтобы найти специалиста, который обладает не только наилучшим, наибольшим опытом, но и знаниями. Вот тогда вопрос, который вот прям-таки с языка слетает. Как искать таких специалистов? По каким алгоритмам? Какими вообще принципами руководствоваться? Павел, ну здесь я должен быть абсолютно искренним. Только на это и рассчитываем, друзья мои. Это интернет-детка, тут по-другому никак. Здесь я должен быть абсолютно искренним. Я приведу еще раз пример со своей мамой. Я уже говорил о том, что заподозрили какую-то регургитацию содержимого желудка, это оказался пролапсометрального клапана. Далее у нее была какой-то очаг фиброза в правой верхней доле легкого. Я показывал ее пяти специалистам и в Москве, и Петербурге. У меня не было оснований не доверять профессионализму этих специалистов. Я подчеркиваю это. Все сказали, ну очаг фиброза после вот какой-то пневмонии. После того, как я случайно показал одному из своих коллег в госпитале в Бостоне, который специализировался на этом, он сказал, нет, это не пневмония и не фиброз. Это редкая опухоль легких. И она действительно редкая. Она очень медленно растет. И это вопрос, оперировать ее или нет. Но это опухоль. Все изменилось сразу. Представляете, фиброз, ничего не делать. А опухоль в легких, это серьезно. Что произошло дальше? Я поехал в госпиталь, где я работал, в Бостоне, и пришел к именитому таракальному хирургу. Он сказал, да, это опухоль. И пожилой человек медленно растет, ну ничего не будем делать. Оперировать не надо, ничего лечить не надо. Как будет, так и будет. Естественно, это очень, ну как, бессилие, да, то есть что делать? Мы очень расстроились. После того, как я начал искать медицинскую литературу про эту опухоль, я нашел несколько специалистов в Соединенных Штатах, которые посвятили свою карьеру этому редкому типу опухоли. Один из них был на западном побережье, а один в соседнем офисе в том же госпитале. И когда я прошел практически, ну, две остановки на метро, там просто два здания одного госпиталя, но в другом здании, и пришел к нему, как только он посмотрел, он сказал, да, это опухоль, нам точно надо оперировать. И я уже вашу маму поставил на операционное расписание через месяц, после того, как я сейчас быстро сделаю ряд необходимых исследований. Меня поразило то, как он объяснил, почему надо оперировать. Он не оспаривал, что это медленно растущая опухоль, или что это пожилой человек. Он сказал, что может быть это и медленно растущая опухоль, но со временем, поскольку, говорит, я изучаю генетику этих опухолей, и вижу практически больше всех, внутри этой опухоли созревает агрессивное ядро, она становится более агрессивной, и уже это агрессивное ядро может стать классическим раком легких. Поэтому надо вырезать. Через месяц он маленьким разрезом вырезал это, выписал маму через, на шестой день, домой без необходимости радиотерапии, химиотерапии, и все, с тех пор это было 4 года назад, сканы нормальные. Таким образом, вот ответ на ваш вопрос. Как найти? Искать надо специалиста, который обладает подтвержденным международным опытом, точно в области той проблемы, которая четко существует у пациента. Не просто опухоли легких. Мы видели таких специалистов много. А опухоль вот именно такая. Не просто сердечная болезнь, а пластика, допустим, нейтрального клапана и так далее. Как таких специалистов найти? Я считаю, что пациент этого сделать не в состоянии. Я также считаю, что это не в состоянии сделать по бренду госпиталя или, как говорится, города или страны. Я приведу еще пример, потому что все о примерах. Я только хотел сказать, что этот опыт, в смысле, этот совет совершенно не универсальный, потому что 98% людей в России, вы привели пример, потому что вы сам специалист, вы пошли искать литературу и прочее. Люди, которые, вот мама заболела, даже еще не знаю, опухоль ли, все, он в прострации. Разумеется. И, соответственно, пациент не может этого сделать. Но самое важное, я очень хочу это очень важно донести, что бренд, город, большое имя госпиталя или специалиста не означает лучшего подхода. У нас есть один из пациентов... А страна? Страна, безусловно, точно нет. Как мы только что говорили, что треть медицинских ошибок. В Германии 70% врачей не рекомендуют. Как у нас получилось, так, понимаете? Сначала так мы залезли на прекрасную медицину США и потом с этой вершины вдруг скатились. Медицина изменилась. Люди неправильно понимают. Нет больше стран, нет больше. Есть специалисты. А вот как определить специалисты? Это можно сравнить с IT-индустрией, я думаю. То есть, как бы, не важно, где... Не важно, кто ты. Араб, индус, китаец, русский или прочее. Ты знаешь алгоритмы, ты можешь работать в любой компании, в любой точке мира. Я абсолютно согласен. Писать этот код. Более того, хирург, который делал... Хирург, который делал моей маме кардиохирургическую операцию в Бостоне, изначально был подготовлен в Индии, в военном госпитале. Там я могу сказать, что вообще Индия и Китай, ну вот по всем, по очень многим отраслям, даже, казалось бы, финансовые и прочее, они вот в Америку скоро... Я не могу комментировать по Китаю и по Индии. Я думаю, что там очень большая разница. Очень большой поток идет индусов и китайцев, по крайней мере, в IT-индустрию, и очень страдают американские разработчики от того, что просто рынок трещит, они допингуют. Я не могу комментировать по поводу IT, да, я могу комментировать по медицине. Но я, например, приведу еще один пример. У нас есть пациент, я называю наших клиентов клиентами. Я считаю, что пациент – это устаревший термин, и, возможно, он применим непосредственно в больнице. Но пациент – это пейшент, это тот, кто тихо ожидает, как приемный покой. Ничего там покойного. Умрем или будет дальше жить. Приемный покой – это emergency. Вот оно название. Emergency – экстренная ситуация. Поэтому очень важно. И один из наших клиентов, мы обнаружили у него такую предопухоль крови, которая неясна, она будет опухоль или нет. И ведущий специалист-генетик именно по этой ситуации оказался в памплоне Испании. Никто бы никогда не подумал, что ведущий гематолог по определенному типу опухоли, номер один лидер, ну, один из пятерки лидеров, будет в памплоне. А он из памплона, он хочет работать в памплоне, он делает все. Наш клиент поехал туда, ему сделали все тесты и дали тот результат, который не мог не дать никто. Эксперт может быть везде. Как его найти? Ну, вот поэтому я и начал этот проект. Мы занимаемся тем, что для людей ищем конкретного эксперта в их узкой проблеме. Находим минимум три таких эксперта в разных частях мира. Допустим, западное побережье, восточное и, допустим, Европа. Это исключает того, что в России называют этим ужасным словом школа профессора Х, да, где внутри определенного региона, это существует не только в России, внутри определенного региона или маленькой страны превалируют определенные методы лечения, потому что часто люди имеют подготовку в схожих вот таких школах, а где-то уже могут лечить совершенно по-другому. То есть, чтобы избежать вот того, что я называю регионализм, да, необходимо получать мнение топовых экспертов из географически разных систем медицины и географии. Хорошо, понятно. Завершая беседу, все-таки вот о чем хочется поговорить. Все-таки вот то, что вы говорите, клиент и прочее, это история, если, допустим, применительно к России, да, она, конечно же, касается, ну, мне кажется, очень небольшого количества людей, потому что она требует достаточно серьезных денег. Ну, даже хотя бы просто полететь в Испанию, да, я уж молчу про проведенную операцию, оплату там каких-то посреднических услуг, это определенный бюджет, который, ну, есть, мягко говоря, не у всех. Вот. Я знаю совершенно точно, что и в США есть люди, которые, несмотря на все, что вы мне рассказали, тоже не могут себе много чего позволить, да, и так далее и тому подобное. Если мы все-таки говорим про какие-то перспективы тогда развития медицины, то, что вы сейчас рассказываете, выглядит для меня как некий такой фантастический блокбастер, это вот известный сюжет, где есть там, я не знаю, какое-то ядро богатых, которые там, ну, там, какой-то постъядерный взрыв, они там живут, да, и вот. Павел, я абсолютно согласен, я как раз думаю, что я хотел сказать ровно наоборот, благодаря современным коммуникативным технологиям, благодаря мидия, на все ровно наоборот. Сегодня вовсе не обязательно. Я просто сказал, что он полетел, он полетел для биопсии, но он мог сделать эту биопсию, допустим, в России или в Греции. Причем за другие деньги. Нет, нет, он мог сделать биопсию, и дальше вы замораживаете костный мозг и посылаете. Сегодня не обязательно никуда ехать. В 95% случаев лекарства стандартизированы, медицинские подходы стандартизированы. Чаще всего вопрос заключается в том, делать операцию, не делать. Делать операцию этого типа или этого типа. А когда вы уже знаете от независимого, неангажированного специалиста, что вам надо делать, исполнить это лечение в 90% случаев можно у себя дома. И это абсолютный факт. Поэтому в этом как раз преимущество современных технологий. Наоборот, как раз вот, допустим, вся наша бизнес-модель заключается в том, что мы никуда, никого, никуда не надо ездить. Потому что одна поездка вам обойдется, ну, во-первых, в госпитале дерутся иностранных пациентов кучу денег. Во-вторых, это очень важно. Как только вы приехали в любой госпиталь за границу к конкретному врачу, вы все, вы попали. Вы только там. С вас обдерут всю липку. И я это испытывал, когда там у меня были проблемы у одного и другого из родителей. Соответственно, наоборот, нельзя ехать. Нужно сначала получить настоящему экспертному мнению от нескольких специалистов. Потому что сегодня, ну, послушайте, мы находимся в современной медицине. Врач не будет нюхать вашу опухоль. Он не будет там слушать. Если вам предлагают кардиохирургическую операцию на основании слушания вашего клапана, это чушь. У вас есть эхокардиограмма, ангиография, КТ, МРТ, биопсия, в конце концов, да, то есть холтеровское мониторирование ритма сердца. Это объективные данные, которые, электроэнцефалограмма, это объективные данные, которые могут быть переданы на любое расстояние. Врачи не принимают больше никаких решений у постели больного. А находятся ли они в соседнем здании или за тысячу миль не имеет больше никакого значения. Ну, вот эта задача преломить человеческие стереотипы и дать понять, что бигдата и вообще интернет-педицина, она, в общем-то, не то, что будущее, оно же настоящее. Оно настоящее. Однозначно. И что на самом деле вот эти вот, ну, до сих пор поражаюсь мне. Вот страховая выписала мне лучшего какого-то врача, значит, ну, рядом с моей второй квартирой и там до сих пор эти бумажные вот эти вот, которые, ну, вот эти как карточки медицинские. Рукописные эти, да. Большая проблема. А в клинике Российской Академии Наук на университетской набережной вдруг я выяснил в прошлом месяце, что они начали присылать результат анализов крови по электронному адресу. Я подумал, какой прогресс, потому что они на этого не делали. Надо было ехать туда и забирать эти результаты. Это очень интересно. Ну, посмотрите, Россия во многих случаях находится на передовых рубежах. В чем, например, лабораторная диагностика. Здесь вы, как в ресторан, можете пройти в частной лабораторной компании, заказать себе быстрое исследование. Если вы знаете, быстро его сделать, вам его пришлют в течение суток. Я это делал. Такого нету практически нигде. Потому что вы должны пойти через врача. В большинстве случаев есть компании, но через врача. И это, в общем-то, нормально. Но я действительно верю, что нельзя изменить ту огромную, тяжелую структуру медицины, которая есть, там, ну, сейчас, допустим, в Российской Федерации. Ее нельзя изменить, но ее можно обойти. Это сделать очень сложно, но сегодня это возможно. То есть люди должны понимать, что врач лишь консультант в их здоровье, что их здоровье это в их руках. Пациент ответственный за это. Я не знал того, что в США нельзя сделать самостоятельно. Я знал, что там антибиотиков не купишь без рецепта врача. И это правильно, потому что именно из-за этого формируется резистентность к антибиотикам. Это же удобно, потому что ты уже приходишь потом к врачу с каким-то результатом, который ты сам сделал и сказал, что в принципе, вот смотрите, ему уже проще. С одной стороны, да, с другой стороны, разумеется, многие ваши зрители скажут, а врач вдруг ни с того, ни с сего не будет принимать анализы, потому что не секрет, что особенно как и в государственных, так и в коммерческих клиниках до 40% их дохода это анализы. Слава Богу, я с такими сталкивался, пока все нормально. Пока вот этот процесс, то есть в этот момент на самом деле вовлеченности врача во всю эту структуру, мне кажется, что в России он настолько хаотичен и еще, мне кажется, не обкатан, как в США, где врач это фактически принцесса на выдание, то есть за него борются фармацевтические компании. Ну, разумеется, потому что этот человек с детского сада старался быть лучше. Чем выше его статус, за него борются в госпитале, потому что это, соответственно, повышает их имидж и все такое прочее. В России эта система еще не такова. То есть эти проявления есть, но нет. Вот эта вот история сональна, она хорошо удивлена. Но здесь важна, здесь очень важна также роль пациентов. Вот я хочу для ваших слушателей прислать надо единственный практический способ. Это отдельная история, потому что пациенты у нас, конечно, да. Понимаете, к сожалению, надо воспринимать то, что врачи это не какие-то ангелы. Вот извините, я вас перебью. Вот вы говорите про культуру врачей, а ведь еще есть культура пациента. И вот, кстати, может быть, вот об этом в конце поговорим. Вот культура пациента, вот как вот она в России и Америке. К сожалению, культура пациентов чаще всего отражает то, что происходит в обществе в целом. Патернализм в обществе, который наблюдается в России, он, безусловно, складывается на отношения врача и с пациента. Пациенты часто пассивные, они не настаивают на своих правах, они позволяют с собой поступать как угодно. Я считаю, что очень важно для каждого человека понимать. И вот здесь, знаете, был такой доктор Хаус МД, да, то есть есть сериал. Если я не ошибаюсь, во втором сезоне, если кто-то из ваших слушателей хочет четкий пример, как надо вести себя врачом, как надо поступать, им надо обязательно посмотреть. Во втором сезоне есть, значит, серия, которая называется «Сократик метод», «Метод Сократа». Там мальчик, ему лет 13, он ухаживает за своей мамой, у него оказывается потом болезнь Уилсона или что-то. Пусть все обратят внимание, как он ведет себя врачом. Как только он подходит к врачу, у него в руке блокнот, в половину записная книжка, ручка, он записывает сразу же имя врача, все, что он говорит, у него четко помечен каждый день взаимодействия с врачом, и он говорит, в конце концов, хаосу, если я не ошибаюсь, я даже это, это по существу вам проиграю, «Это я вас нанял». Вот. Но самое интересное, это то, что происходит в начале, когда его мама поступает в больницу. Пусть все это посмотрят. Именно так надо вести себя с врачом. Вы наняли вашего врача. Врач служит вам, а не вы, как говорится, какая-то ошибка. Сейчас все российские врачи достанут помидоры и закидают экраны. Тем не менее, это важно. Более того, я считаю, что в этом, в уважении врачей к пациентам и к культуре пациентам, важную часть играют юристы. Врачи в Соединенных Штатах знают, что если они ошибутся, не так принял роды 30 миллионов. Человек пришел во Флориде, значит, ему сказали, у тебя мигрень, а у него оказался инсульт в развитии. 314 миллионов, если я не ошибаюсь. Человеческая жизнь стоит очень дорого, но самое главное, это делается для того, никого не сажают. Уголовного преследования, за исключением редких ситуаций, в Соединенных Штатах нет. Есть финансовая, отсюда страховка, так стоит дорого, страховка врача от малпрактиса. Это не нравится многим, но это важный критерий, того, чтобы врачи чувствовали себя ответственностью. Мы возвращаемся назад к уважению пациента, семьи, пациента, родственников и коллег, профессионализм, принятие верных решений, вовремя решений и фоллоуапа, то есть не отпускать. И это очень важно понять, это ответственность. Ответственность реальная, потому что это все стоит реальных денег. Я думаю, что российские пациенты должны знать каждое имя врача, что происходит, записывать это, врач это должен видеть, это тут же повысит уважение врачей к ним. А говоря о культуре пациентов, это очень важно. Как только, будучи непрофессионалом, родственник пациента или пациент столкнулся с каким-то заболеванием, у вас есть Google, зайдите, изучите термины, не переспрашивайте ерунду. Практически все, я интервьюирую врачей, экспертов и своих коллег по всему миру, все они сегодня признают, что пациенты часто являются более образованными по какому-то их заболеванию, по рассеянному склерозу, по эпилепсии, по виду опухоли. И они это признают, и читают все исследования на интернете, чем даже порой специалисты. Пациентам важно знать все о своем заболевании. Упомянут термин, изучите термин. Это позволит им говорить с врачами на более информированном языке. Врач будет их больше уважать. Вы должны знать, кто это врач. И если что-то пошло не так, не надо, надо обязательно отставить свои права и не бояться контактировать юристов. А юристов в России, я считаю, должно быть больше, чтобы они были специалистами именно в ведении медицинских дел. И врачи тогда перестанут смыкать свои ряды и вести себя, как, знаете, клан. И это очень часто происходит. Правильно? На самом деле врачи не ангелы. Врачи, по крайней мере, по моему опыту, особенно в Российской Федерации, это такой трайб, это клан, который вынужден взаимодействовать с пациентами, но при каждом возможном случае просто находится в защитной такой среде. Такого не должно быть. И это ответственность пациентов. все-таки придется мне сделать интервью с моей прекрасной зрительницей-хирургиней, которая работает в Москве, и чтобы она рассказала про изнанку теперь уже с российской стороны, как работает иногда российским врачам, там некоторые истории просто огонь. Спасибо за такой подробный, интересный диалог. Даже сам подчеркнул массу всего забавного и неизвестного для меня. Очень интересно он был построен. Хочу сказать, что в конце вас ждут анонсы моих следующих мероприятий. В Москве 28-го в пятницу в 20.00 мы гуляем по Новой Басманной. Там много всего. И Высотка на Красной площади, и Лермонтов, и Сумасшедший Чаадаев, и Сольфья Львовна Перовская, и полицейская часть, которая принимала Маяковского. И в общем, если успеем, то дойдем до дома, где жил Пушкин, Дядя. И про его такую очень неоднозначную поэму «Опасный сосед», где он описывает визит в публичный дом. 29 сентября в 13.30 наконец выберемся за пределы Садового кольца. Погуляем вокруг Суворовской площади про Фрунзе, про пятиконечный архитектурный памятник, где сейчас располагается Театр Красной Армии, и, конечно же, Достоевский. Достоевский во всех его проявлениях, место, где он родился и вырос. Ну и продолжим разговор про ленинский план монументальной пропаганды. В Петербурге 30 сентября мы гуляем по Литийному проспекту, заходом в проходные дворы между Литийным и Маховой, но начинаем мы, естественно, с прогулки вокруг Большого дома, нынешняя, так сказать, ФСБ Петербургская. И раньше там находился окружной суд, где проходили самые громкие процессы дореволюционные, в том числе над террористами, ну а рядом знаменитая шпалерка, шпалерная тюрьма, которая в то время была одна из самых инновационных тюрем в России, где сидели все, от народовольцев до большевиков. Продолжается набор в группу, которая отправляется в Париж 19 ноября. Все ссылки, контакты и все остальное есть в описании под этой встречей. Смотрите, заходите, записывайтесь, пишите мне. Ну а вам успехов в ваших начинаниях в бизнес и так далее. Значит, с нами был прекрасный эксперт Андрей. Антон? Ой. Давайте еще так сейчас паузу сделаем, а потом... Не надо паузы, я расскажу историю. Я когда работал в журнале еще в Петербургском, я была какая-то дикая просто запара, я звонил одному человеку, мне надо было у него... Я взял у него интервью, а потом мне надо было несколько раз его уточнять просто. И он точно так же, я говорю, там Андрей им говорит, я вообще-то Антон, и потом он говорит, да, Павел, я Антон, но для вас я уже Андрей. Это точно. Спасибо Антону, конечно же, за столь содержание диалога. Оставляйте комментарии, вот там... Ну и, собственно, всего доброго. Спасибо большое, Павел. Очень спасибо за беседу. Да. Пока. Пока.